Вы смотрите программу «Город С» в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! Набережная реки Волги – излюбленное место отдыха как для жителей Самары, так и для гостей города. Сколько людей и техники обслуживают эту территорию, следят за чистотой и благоустройством? Актуальна ли идея продления набережной еще на пару километров? По какому принципу происходит отбор концепции общественного питания? И что нового в сфере развлекательных программ предлагает посетителям набережной этим летом? Об этом поговорим сегодня с нашим гостем. И это директор муниципального автономного учреждения городского корга «Самара» Самарская набережная Артемий Анисимов. Здравствуйте, Артемий Станиславович! Здравствуйте! Артемий Станиславович, наша набережная действительно – это лицо города. Расскажите, сколько людей и техники обслуживают эту территорию, следят за чистотой и за благоустройством? На сегодняшний день у нас работают 11-11 техники по всей территории. И обслуживают набережную 54 человека. Можно назвать геройми на самом деле, потому что они и убирают, и ремонтируют, и косят. Я так подозреваю, что их рабочий день начинается с рассветом и заканчивается после заката, да? Да, на самом деле машины, то есть механизированная уборка начинается рано утром, и персонал начинает работать как только светает, то есть с 7-ми, с полседьмого. И работаем мы обычно до 8 часов вечера. То есть такой длинный очень рабочий день, несколько смен получается. Кадровых затруднений не бывает? Не без этого, конечно. Мы всегда ждем помощников в уборке. И даем и объявления везде, когда только можно. И сейчас объявления, что нам нужны уборщики территории. Пусть приходят. Зарплата хорошая. О, это немаловажно. А сейчас летние каникулы, и студенты отдыхают, и школьники отдыхают. Возможно, и привлечение молодых сил, наверное, на такую работу. Да, ну, по большей части, это уже приходят люди с опытом. Есть, конечно, жители города, которые сами проявляют инициативу, убираются. То есть периодически мы встречаем, кто и за клумбами ухаживает. Есть такие люди, да. Это удивительно. Это удивительно и похвально. Кстати, вот о клумбах. Как проходит озеленение? Кто этим занимается? Вообще, это ведь серьезное очень направление работы, потому что набережная, ну, это очень многое. Много и деревьев, и газонов, и клумб. Ну, в этом году было принято решение расширить количество многолетних цветов. Вот. Было высажено порядка двух с лишним тысяч квадратных метров. И на сегодняшний день у нас многолетних цветов больше четырех тысяч квадратных метров. Естественно, все это проводится по конкурсным отборам. То есть у нас был подрядчик, который все это сделал, высадил, обслуживал их. И на сегодняшний день, конечно, они радуют всех, кто приходит на набережную. Еще в этом году мы запустили хороший проект, называется «Корпоративная клумба». Это каждый желающий, то есть начиная от частного человека до коммерческой организации, может высадить свои цветы. Ну, и, в общем-то, какие-то есть результаты по этому поводу. То есть 100 роз высадили в этом году. Да, еще в планах в этом году высаживать цветы. Вот. Большое количество гортензий высажено. Красивые растения. Да. Очень много людей фотографируется рядом с ними. Они, конечно, радуют их взгляд. Как называется этот проект, еще раз повторюсь? «Корпоративная клумба». «Корпоративная клумба». То есть я так понимаю, что проект в работе, и каждый желающий может принимать участие в этом. Конечно, да. То есть мы рады любым таким веянием, начиная от того, чтобы посадить дерево, и заканчивая цветочком. То есть если каждый будет прикладывать свою руку в хорошем смысле к территории набережной, то я думаю, что она будет каждым днем все краше и краше. Безусловно. Набережная – это не только место прогулок, это место и активного отдыха. И в этой связи немаловажный вопрос – организация общепита. Вот расскажите, по какому принципу проходит конкурсный отбор на право заключения договоров на осуществление торговли в общепите на территории набережной? – Опять же, в этом году мы, скажем так, модернизировали внешний вид НТО, небольших этих объектов временных, совместно с управлением главного архитектора. Я сейчас думаю, что всем это очень нравится, вот как они выглядят. Провели конкурсный отбор, где информацию мы размещаем на сайте администрации города. В этом году заключили контракты на три года, не как обычно на год, да. Это позволило нам войти в тесный диалог с нашими друзьями, я могу так сказать, потому что у них появилась возможность, скажем так, в большей степени вкладываться в свои объекты, расширять и внешний вид, и вокруг облагораживать территорию. – Ну, понятно, потому что их работа не ограничивается одним сезоном. Они понимают, что они вернутся еще и на будущий год, и даже еще через год. – Некоторые хотят зимой работать. – Ох, вот это вот очень интересно, потому что на самом деле иногда возникает вопрос, а вот пришел я погулять, много же людей приходят на набережную гулять и в зимнее время, и возникает вопрос, а вот где выпить кофейку или чайку и что-то перекусить? Да, это хорошая идея. А сколько было соискателей? Вообще много участвует людей вот в этом конкурсе? – Да, желающих очень много. В этом году было очень много желающих, особенно то, что когда люди узнали, что это три года, естественно, то есть много заявок было. – В результате кто побеждает? Вот чьи концепции побеждают и почему? – Ну, на самом деле… – Ну вот главное условие, главная претензия к ним, главные требования какие-то? – Главные требования – это, первое, это соблюдение внешнего вида, который прописывается в конкурсном отборе. То есть это основной параметр. То есть если организация готова построить такой объект, то мы как бы вот с этого начинаем рассматривать заявку. Ну и, естественно, второй пункт – это стоимость. То есть чем выше нам предложат арендную плату, тем получается как бы больше шансов пройти в конкурсе. – Ну, я вот так поняла, что и новые гастрономические проекты победили. – Да, в этом году… – Вот это вот тоже мне показалось очень интересным. Вот про это расскажите. То есть что… Получается, что жители Самары такие гурманы? Какие там концепции? Вот я читала, просто сейчас уже можно почитать в соцсетях, есть отзывы, да, по этому поводу. Я прочитала, что вроде бы шесть новых концепций там гастрономических предлагает набережная сегодня. И даже вот какой-то бар-музей есть. Как вот, как рождались вот эти концепции, когда отбирались вот эти договоры? – На самом деле концепцию самого проекта мы не видим в конкурсном отборе. То есть это по большей части инициатива уже коммерческих структур, которые участвуют в конкурсе, и, видимо, она называется творческий потенциал. То есть есть понимание того, что нужно расширять сферу услуг на территории набережной, предлагать более интересные проекты. Ну, я это называю здоровой конкуренцией. – Ну, конечно, потому что одно дело, когда ты ешь обычный бутерброд, другое дело, когда ты там его ешь с креветкой или там с мясом краба, вдруг неожиданно гамбургер. – Да, очень много по этому поводу положительных отзывов, то, что появились морепродукты на набережной, именно фастфуд из морепродуктов. – Да, да, да. Вот это же действительно интересно, эта точка привлекает к себе, и больше людей приходит на набережную таким образом. А вот пожелания горожан как-то учитываются вот в этих вот концепциях? Вы же общались с этими людьми, которые придумывают вот это все? – Ну, я думаю, что по большей части мы стараемся учесть все пожелания горожан. Именно поэтому мы, опять же, в этом году сделали схему размещения НТО, которую тоже утверждали главным архитектором. Получается, что на каждом спуске у нас есть и мороженое, и прохладители напитки, и фастфуд. То есть человек, заходя на набережную, сразу получает массу предложений. – Да. И охладиться, освежиться, и как следует подкусить, если есть такая потребность. Самарская набережная, если я не ошибаюсь, имеет протяженность более 4 километров, да? Вот насколько я знаю, были планы ее продлить еще на пару километров. Вот на сегодняшний день, насколько эта тема актуальна? – Актуальна. Могу сказать, что собрана очень сильная команда, которая детально прорабатывает этот вопрос. И я очень рад, что в этой команде и я. Мы как обслуживающая организация, то есть наше мнение учитывается при этой работе. И это набережная, которая должна соединить, как в народе говорят, вторую и новую. То есть вторую очередь и первую очередь. – То есть это какие там территории? – Это от бассейна ЦСКА Самара до улицы Вилоновской. – Это пару километров как раз и получается, наверное? – Ну, я думаю, наверное, километр может быть. – Километр. Ну, вообще, ведь это серьезная очень работа и требует и финансовых больших вложений. – Очень непростая, да, во всех смыслах. Поэтому, в общем-то говоря, ведется очень такая кропотливая, серьезная работа по этому поводу. – Ну, какие-то, наверное, уже есть предложения идеологического характера. Я сейчас не затрагиваю финансовую сторону, понимаю, что это сложные вопросы, а чисто архитектурное решение какое-то. – Да, есть. Есть, которые уже в работе. – Можете приоткрыть завесу тайны? Как это будет? Это что-то будет концептуально новое или все-таки вот в каком-то привычном, прежнем ключе? – Я думаю, что это должно быть сюрпризом. – Сюрприз? – Да. – Как ромерия так это. – Как вы думаете, когда, вот в какой период самарцы могут получить этот сюрприз? – Ну, я не могу сказать точно по срокам, но в виде темпы работы в этом направлении, я думаю, что совсем скоро. – Да? – Да. – Ну, опять же, это мое мнение. – Понятно. Ну, я присоединяюсь к вашим желаниям, чтобы это быстро действительно все произошло. Очень хочется посмотреть. – Да, даже может быть не мнение, а желание, чтобы это, конечно, было быстрее. – Да. Может быть, уже в следующем сезоне у нас появится новый круг. – Ну, такие работы – это очень кропотливая, очень сложная работа. Я думаю, что здесь достаточное время нужно для того, чтобы реализовать этот проект. – Безусловно, конечно. Давайте об активном отдыхе на набережной поговорим. Как учитываются интересы роллеров, велосипедистов, тех, кто любит передвигаться на электросамокатах? Я почему задаю этот вопрос? Потому что это же вопрос и какой-то безопасности, да, людей, которые просто пешком ходят по набережной. – Я думаю, наверное, все обратили внимание, что у нас на территории набережной электросамокатов очень мало. Опять же, это благодаря большой такой выполненной работе для того, чтобы было людям комфортно гулять, удобно передвигаться именно пешком. Естественно, конечно, мы учитываем и вопрос активного отдыха. Конечно, хочется прокатиться с вертиркома по длинной набережной. Вот для этого есть у нас выделенные дорожки и знаки есть, где рекомендуется кататься. То есть, поэтому здесь, я думаю, что места хватает всем. Вот и гуляющим, и кто на велосипеде катается, или на ролик. – Не случалось за этот летний сезон никаких неприятностей, наездов, конфликтов? – Ну, каких-то серьезных нет. – Ну, это самое главное. – Да. То есть, я так понимаю, что все-таки со временем именно культура катания на самокатах, на велосипедах, она все-таки потихонечку как бы прививается к людям. И все стараются уважать отдых друг друга. То есть, если видят, что идут пешком, конечно, не будут пролетать там мимо. Стараются как бы, чтобы это было приятно всем. – Ну, конечно, надо всегда помнить, что набережная – это все-таки не велотрек, а это место отдыха. – В первую очередь, да. – И 10. Очень много маленьких детей, легко наехать. Зачем? – Надо быть аккуратнее. Да, очень многое зависит от внутренней культуры. Но культуру тоже воспитывать можно. – Ну, мы этим занимались, да. – Да, вот я про это и мягко намекаю. – Мы запускали проект, в общем-то, пару лет у нас проект был. Это культура катания, как раз на электросамокате, где работал персонал, рассказывал о том, как кататься, каким образом, как соблюдать скоростной режим и так далее. – Да, вот это очень важно, конечно. Набережная всегда была, есть и будет, вероятнее всего, местом проведения массовых мероприятий. Да, праздники проходят, различные фестивали. Какие основные события уже прошли? Что бы вы хотели отметить? Что бы вы хотели вспомнить сегодня? И что еще ждет впереди гостей, жителей Самары? – На самом деле, да, набережная у нас, наверное, это одно из самых основных мест, где проходят все мероприятия. Я могу сказать, все, почти все. Опять же, за счет именно географии ее и возможности как раз попасть на мероприятия, прогуляться, перекусить, поразвлекаться, побегать. То есть мне очень нравится то, что очень большое количество мероприятий спортивного характера у нас проводят, как, например, там, проект Самарова движения, который организован департаментом спорта. Я считаю, наверное, это один из самых лучших проектов вообще в стране, потому что это огромная территория под проект выделена. Это каждый день проводят спортивные мероприятия. То есть там уже, скажем так, своя культура какая-то образовалась, то есть тусовка. Очень приятно на это смотреть. Да, мы эти темы тоже освещаем, и в новостях в том числе. Я тоже это наблюдаю с удовольствием. Очень много активных наших земляков, которые прям хорошо встроились в эту тему. Да, но не только. Приезжают со всех регионов страны для того, чтобы и поучаствовать в забегах, и, опять же, и поучаствовать в забегах, и прогуляться по нашей набережной. Ну вот смотрите, и Волга проходила, шатер Иволги стоял, да, на набережной тоже. То есть вот любое какое-то знаковое мероприятие обязательно через набережную, оно все равно тоже проходит. А Волга-фест 2024 нас всех ждет, да? Расскажите об этом. Как он коснется набережной? Ну, набережной он коснется полностью, скажем так. Конечно, ждут людей сюрпризы. Я думаю, что, наверное, это интереснее всего будет узнать на сайте организаторов. Непосредственно Волга-фест. Да, с 26 числа по 1 сентября это будет проходить на первую очередь на набережной, в том числе на пляже. Организаторы, говорю, много готовят приятных сюрпризов. Каждый год они выбирают интересную тематику. Себя мы, как учреждение, считаем, что мы соорганизаторы всех этих мероприятий, потому что мы всегда помогаем, мы всегда участвуем, обеспечиваем уборкой и так далее. То есть очень большая работа со стороны учреждения ведется для того, чтобы обеспечить мероприятие в должном виде. Предполагаемый состав участников уже известен, Волга-феста? Или это тоже тайно? Это не тайно, но я считаю, что это все, опять же, будет интересно посмотреть и программу мероприятий, посмотреть именно на уже информационных ресурсах организаторов. Ну, скажите, много гостей, участников? Всегда очень много. Всегда очень много, да. Или в этот раз тоже будет много? Да, тоже будет много, потому что мероприятие построено таким образом, что есть и зона развлечений, и зона, где подумать, и фото зоны, и, опять же, где интересно перекусить. Какие-то сувениры можно посмотреть. То есть здесь достаточно широкий спектр услуг, мероприятий и развлечений. И потом, что важно, на мой взгляд, всегда учитываются интересы разных возрастных категорий. Вот это тоже немаловажный момент, когда занят и ребенок, и родитель, и бабушка с дедушкой. Вообще замечательно. То есть вся семья находит свои интересы на одном мероприятии. Отдельный вопрос – организация развлекательных программ по выходным, по будням, и для взрослых, и для детей, да, в том числе вечерние музыкальные программы. Это всегда много на набережной, это вообще отдельная тема, замечательная совершенно. Вот расскажите, по какому принципу вот эти задачи решаются? Я думаю, что это не так просто. И, скорее всего, начинается задолго организация этого всего до начала сезона летнего. Ну и у нас есть уличные музыканты, которые у нас работают на набережной и поют для людей по вечерам. То есть мы с ними общаемся, просматриваем и те произведения, с которыми они выступают. То есть, опять же, в таком тесном диалоге достаточно. То есть здесь получается, что набережная сама себя наполняет вот этим вот творческим состоянием, и люди сами хотят выступать на ней, дарить людям тепло свое. Да, конечно, но желающих может быть много, но не все проходят, так сказать, не все получают эту возможность. В этом как раз вот ваша роль, насколько я понимаю. И, вероятно, вы начинаете этим заниматься не в мае и в июне, а еще раньше, да, для того, чтобы уже... Это все постоянно происходит в реальном времени, на самом деле. Да, потому что мы выдаем для музыкантов бесплатно соглашения, с которыми заключаем, с ними заключаем. Вот у нас есть определенные места, чтобы они выступали, их всего 8. Поэтому, понятное дело, да, то есть кто успел, первый проговорил, подал заявки, то есть все мы заключаемся, прописываем, и человек начинает выступать. Но это сделано для того, чтобы не было накладок, чтобы одни желающие совместно с другими на одном месте не выступали. Сами понимаете, тогда каша получится. Хотя на самом деле очень все уплотнено. Иногда вот гуляешь по набережной, и на одном пятачке один музыкант, чуть дальше проходишь, только музыка эта утихает, и уже возникает новый какой-то мотив, уже здесь другая публика. На самом деле так уплотненно все это, и совершенно разнообразно. Какой-то худсовет существует при отборе? Вот потому что же это все-таки творческие моменты решаются? Или обходитесь своими силами? Обходимся своими силами. То есть приходится разбираться вам еще и в этом? То есть и озеленение, да, и спортивные площадки, и решение творческих программ, и общий ПИД. А что нового в решении вот этих вот вечерних развлекательных программ этим летом появилось? Можете сказать, какие-то новые люди возникли, какие-то новые программы? Ну, могу сказать, что стремимся мы к тому, чтобы, опять же, даже вот эти вот выступления были более качественными, более интересными. Поэтому, конечно, всегда приятно послушать живой звук. Да-да. Вот. Когда там играет скрипка, когда духовые инструменты включаются в этот процесс. То есть и мы стараемся все-таки привлекать музыкантов, которые играют вживую и поют. Да, закат, скрипка. Не под фонограмму, да, а именно вот вживую. Это очень красиво, свежий воздух. Открытый кинотеатр размещается по адресу 4-я очередь с набережной. Когда он заканчивает свой сезон? Когда он начал свой сезон, когда он заканчивает? Начал он свой сезон в 2019 году. И так и работает. Да, начинали показывать кино на простынке. То есть эта идея понравилась всем, нас поддержали. Вот я считаю, что этот проект сейчас очень популярен. У нас есть группа ВКонтакте, Самарская набережная, кинотеатр, фильм. Там на сегодняшний день почти 52 тысячи человек. Я думаю, достаточно весомые, да. Кинотеатр начал работать с начала мая и будет работать почти до конца сентября. Все фильмы, которые там показываются, это фильмы, опять же говоря, это опыт в первую очередь. И все фильмы отбираются на основе пожеланий людей. То есть группа настолько живая, где люди общаются, говорят о том, что они хотят увидеть. Периодически мы устраиваем опросы, какой фильм вы хотите больше увидеть. Расскажите там свое мнение. То есть такая интересная работа по этому поводу ведется. Там же учитываются мнения, я так понимаю, и малышей, и детей, и молодежи, и пожилого возраста, и зрелого возраста. Потому что программа очень насыщенная, и она разнообразная. Там по времени, да, там и мультипликационные фильмы, и какие-то детские сказки. Да, мы определили для себя дни, какие дни будут детские, какие будут приключенческие, какие с боевиками, какие будут просветительские. То есть здесь уже выстроена такая программа, где люди знают, что вот воскресенье – детский день. Да. И уже народ собирается именно вот этого публика, который смотрит мультфильмы и детские фильмы. А вообще кинотеатр у кого большим спросом пользуется? У молодых родителей с детишками или, наоборот, у более взрослого населения? Здесь очень сложно сказать, потому что, мне кажется, он пользуется спросом у всех. То есть люди приезжают смотреть фильмы из Тольятти, из Сызрани, то есть с области даже приезжают посмотреть фильмы. Фильм для того, чтобы насладиться хорошей картиной, не только фильмы, да, но и посмотреть на закат в это время, на свежем воздухе побыть. Это такая романтическая история, скажем так. Бывали случаи, когда и в кинотеатре делали предложение «Руки и сердце», да. А вы откуда об этом узнали? Ну, мы помогали в этом процессе, то есть к нам обращались, тоже писали в группе, чтобы мы... О, это очень трогательно. Да. Замечательно. Вот побольше бы таких историй. Теперь я понимаю, что вас вдохновляет в вашей работе. Это не работа чиновника. В общем, достаточно творческая работа. Расскажите, где можно узнать вот обо всех этих мероприятиях, обо всех активностях, проходящих на территории набережной? Ну, по большей части мы стараемся все это публиковать в соцсетях. То есть все предстоящие события, вот, и расписание фильмов, то есть мы ведем вот именно по соцсетям, в контакте в группе. Вы называетесь там «Самарская набережная», то есть вас легко найти, значит, да. И если все интересующиеся могут набрать «Самарская набережная» и посмотреть. И в том числе, наверное, расписание работы открытого кинотеатра тоже там есть. Обязательно. Ну что ж. Наверное, нам остается только призвать посетителей набережной к тому, чтобы они чувствовали себя на набережной как дома, да, со всеми вытекающими отсюда выводами. То есть по-хозяйски, бережно, ничего не ломали, да, берегли и убирали за собой. Да. Ну, наше эфирное время подошло к концу. Артемий Станиславович, я благодарю вас за беседу. Напомню, сегодня гостем в студии был директор муниципального автономного учреждения городского округа «Самара» «Самарская набережная» Артемий Анисимов. Пусть наша набережная процветает. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова